Hi, my students! Сегодня мы начнём с вами третью лекцию про философию Лейбница, об его мировоззрении и рассмотрим квинтэссенцию всей его философской системы. Это монадология. Что такое монадология? Монадология – учение о монадах. А что такое монады? Монады, согласно Большой советской энциклопедии, третье издание, том 16, страница 493, статья Майорова. Монады – это единица и единая, конституциональный элемент бытия. Введено в пифагоровом учении в качестве мирообъясняющего принципа. Пифагор видел в числе и в пропорции основу вещей, поэтому у него вот единица такая была и перенесена в духовный план, что имеется такая неделимая единица, как монада. Далее это учение перешло к Платону и к неоплатоникам, которые исказили его до пантеизма, дали интерпретацию, такие как Николай Кузанский и Джордана Бруно. У Джордана Бруно монада отражает бесконечную Вселенную в соответствии с принципом единства микрокосма и макрокосма. То есть у него микро и макро было едино. Ну, в принципе, у ледницы тоже был такой же подход. Далее в 17 веке Суарес, Генри Мор и Гельмонта. Ну, Суарес это схоласт, Мор, Платоник, Гельмонта, Натурфилософ, занимались монадологией. Монадами занимались, кроме Лебница, пост Лебница, Вольф, идеалист-рационалист. И в 19 веке Герберт, Лотце, в 20 веке Гуссерль, Уайтхетт, Хенингсвальд. Монадологический подход лёг в основу систем персоналистов. Ренувье, Кира, Мактагарта и других. Ну, естественно, монада, значит, персоналисты почувствовали здесь своё родное. Учение монадологии было изложено в 90 пунктах, тезисных пунктах Лебница, рукописи, которая при его жизни не была издана. Она была издана уже после его кончины. И во втором издании она так и была названа тезисами. Я вот здесь провожу параллель тезисы Лебница, как квинтэссенция всего его философской системы, так и тезисы Владимира Ильича Ленина-Апрельские, которые являются квинтэссенцией всей его социально-политической и революционной системы. Вот таким образом. Это что касается истории монадологии. Что такое вообще монада? Как она определяется у Лебница? Он логически как к ней подводит? Логически следующим путём. Что вот мы делим, делим материю. Но деление материи не бесконечно. Мы ищем какую-то фундаментальную частицу. А Лебница наоборот считал, что материальное деление это бесконечно. Но это требовалось по его интегральному дифференциальному исчислению. Непрерывность. Принцип непрерывности у него и материальном, и во временном плане прослеживается. Принцип непрерывности в философии Лебница. А что касается в духовном плане, то он считал, что там имеется единица такая духовная, наряду с платониками, с пифигарейцами. Считал, что существует монада, которая неделима, неуничтожима, и она является именно простой субстанцией, из которой состоит всё, в том числе и материальное. Ну, как вот мы видим у физиков современных, у них всё из кварков состоит. Ну, раньше было три кварка, а сейчас уже видов и какие-то цветные, и очарованные, и всякие эмоциональные окраски имеют эти у нас кварки. Также вот, а у Лебница это монада. Как они появляются, эти монады? Они, Полемница, появляются все сразу, единовременно, вместе с Творцом. И единовременно только могут исчезнуть. А так они неделимы, неразрушимы, и воздействию на них никакого невозможно, на них подействовать ничем. Поэтому, вот они являются простой субстанцией. Дальше их делить невозможно. Не имеют они, потому что частей. Вот если мы возьмём автомобиль, там агрегаты, блоки, узлы, всё это имеет части, и дальше мы можем разобрать всё до винтика. А винтики уже мы и гаечки, если поделим, то обратно мы не соберём это устройство. Также вот в духовном плане, если мы монаду разделим, то мы духовного мира не будем иметь. А вот именно потому, что монада неделима, дальше из монад составляется весь универсум. Монады – основа универсума. И все они сопряжены с высшим существом. Ну, в принципе, как сейчас называют верующие, это с Богом. Вот такая простая субстанция у неё. Появление и рождение – значит, одновременно. Связь только с живым творцом. Основные свойства монад – не имеет частей, не имеет окон. Это полностью замкнутая система. А внутри она отражает универсум, как зеркало. Неделимы, неразрушимы, неразложимы. В монаду нельзя ни войти, ни выйти оттуда. Они различимы. То есть двух одинаковых монад нет. Ну, и в материальном плане Лемниц считал, что двух одинаковых частиц невозможно найти. Можно сказать, что перенося на электрон, допустим, двух одинаковых электронов тоже не может быть, потому что мы свойства электронов видим не все. А если рассматривать все свойства электронов, то мы увидим, что они, каждый электрон имеет свое лицо. Вот, отличное от других. Имеется в виду, ну, фигурально выражаясь, лицо. Ну, в принципе, отличное. Они, два электрона, отличное. Так же, как любые две другие частицы, которые протоны, два протона и так далее, и так далее. Несмотря на то, что монада отсутствует в внутренней части, отдельной части, у нее есть множество состояний. Внутренних состояний, но множество. И она обладает перцепцией, то есть обладает чувствами, определенными чувствами и меняет свои состояния под действием некоторого самодвижения, которые в них заложены, в монадах. Поэтому вот Лемнец называет их как бестелесные автоматы. Монады. То есть перцепция и изменение, это вот свойства, изменение внутреннего состояния, это есть основное внутреннее свойство монады. Синоним. Какой синоним монад он дает? Во-первых, простая субстанция и во-вторых, интелехия. Когда философы пользуются этой интелехией? Это именно в тот момент, когда монада, простая субстанция, соединяется с материальными предметами, с материальными вещами. И тут, значит, монады являются как бы интелехией для вот этого материального предмета. Отсюда интеллигентность, интеллект и так далее, и тому подобное. Монады тоже не все, поскольку они не все одинаково, но у них еще имеется и определенная иерархия. То есть, имеется разный уровень монад. Как это себе можно представить? Вот универсум мы видим. Вот я вот очки одел, у меня вот дерево стоит, оно четко, каждый листочек видно. В очках монада более совершенна. Если вот я снял очки, то у меня уже более мутное изображение в окне. Я вижу то же самое листье, но более мутное, в мутном плане. Вот так же и монады тоже различаются. В некоторых универсум отображается более четко, а в других менее четко отражение универсума. Голографический принцип. Я объясню тоже опять с точки зрения техники. Это как бы голограмма. Вот целый голограмм, она полной объемной цветной предмет изображает и все детали видны прекрасно. Это вся целая голограмма. Это как бы бог этих всех голограмм. А если мы начнем ее дробить, эту голограмму, на кусочке, эту пластину голографическую дробить, то каждый кусочек, от маленького до великого кусочка, которые мы разбили ее, будет изображать тоже этот предмет. Но менее он будет более расплывчий. Тем меньше кусочек пластинки будет, тем более мутное будет изображение предмета. Вот такая аналогия, она позволяет понять, что происходит в иерархии этих монад. То есть есть монады, которые видят и общаются с более высшими монадами. Есть низшие монады, общаются с более высшими. Тем самым они поднимаются все выше и выше по ступеньке иерархии. Вот таким образом. Это иерархия монад. А душа? Если монада обыкновенная, то она на низшем самом ступени стоит, то она с памятью не связана. У нее нет понятия памяти внутри. Это автомат без памяти. Это простая монада. Это вот как если мы спим без сновидений, и мы в режиме простой монады находимся. У нас такой режим. Или, допустим, в обморок, кто упал, тоже он считается, что превратился в простую монаду. Или переход у него в другой мир, как говорится, тоже он на некоторое время, на некоторое время только становится простой монадой. Чем отличаются монады? Есть монады, которые занимаются, связаны с неодушевленными предметами, есть с одушевленными. То есть монады, которые простые, они занимаются неодушевленными предметами. Монады с памятью, есть монады с памятью, которые занимаются уже одушевленными предметами, органическими, преобразованием занимается органической материи. Вот эти монады и называются душами. Души, они характерны для... это есть автоматы с памятью. Для них уже имеется рефлексивная деятельность, разум и более умственные виды деятельности. Дальше они, нас вот этот разум и отличие нас от животных. Души есть и у животных есть, они тоже автомат с памятью. Собака она помнит, рефлексивно помнит все события, долго помнит. И вот у нее тоже считается, что есть душа у всякого животного, которое имеет монаду с памятью. Чем человеческая душа от животного отличается? Отличается тем, что мы обладаем знанием вечных истин, то есть которые нам привнесены, с Богом подарены нам это знание от Высшего Творца, от Творца всех монад. И вот знание этих вечных истин приводит нас к обладанию разумом и науками, возвышая нас до самопознания в Боге, до самосознания своего собственного Я в этом всеобщем большом универсуме. И все наши рассуждения, мы рассуждаем уже, и все наши рассуждения, как в предыдущих лекциях я говорил по Лебницу, основаны на принципе противоречия и принципе достаточного основания. Это два он считает основополагающих принципа, согласно которым мы отсеем истину от лжи. Луше истина отличается вот этими двумя, расчленяется этими двумя принципами. Истина, если мы истину нашли, то она имеет два вида. Это истина. Истина разума, противоположная разумному ничего нету, то есть она однозначно, эта истина противоположная, ей невозможно. И истина факта, истина факта, она случайна. И противоположная эта истина невозможна. Ну можно вот здесь привести такой пример истине факта. Мы прочитали вот в интернете, рейтинг Иванова, допустим, достигает 85%. Это правда? Истина? Да, это истина. Но если мы рассмотрим, это истина факта. Если мы рассмотрим с другой стороны выборку, с помощью которой была сделана эта статистика, то мы видим, что статистика была основана на показаниях вот его друзей этого Иванова и его окружении, которые к нему положительно относятся. Выборка сделана тенденциозная. Хотя результат-то получился правильный, это фактически да. А на самом деле, если взять выборку пошире, взять там пенсионеров, обездольных, бомжей и так далее, ЖКХ, жертв ЖКХ, то можно сказать, что наоборот будет в точности 15% рейтинг. Это то есть самая верхушка, которая находится при кормушке, она дает этот рейтинг большой. А все остальные 85% отрицательный рейтинг дают. Вот это истина факта. То есть факт есть, может с ним, да, можно, а можно и не согласиться, и противоположное тоже это возможно. Вот это пример. Простые идеи не имеют определения. Это аксиомы, постулаты первого принципа и не дуждаются в доказательствах. Допустим, аксиома параллельных прямых. Вот мы приняли ее и не видим дальше, что сходится, потому что мы на плоскости находимся, на идеальной плоскости, и не видим дальше, что они сходятся. А другой нет, говорит, параллельные сходятся, потому что он на сфере сидит. Они тут параллельно, а дальше они сошлись. Или на другой-другой оседловидной поверхности и так далее. Последняя причина вещей находится в необходимой достаточной субстанции, в которой многоразличие изменений отражается и является источником всего универсума. Это и называется Богом. Это Лемница называет Богом. В Боге и могущество, и знание, и воля. Могущество – источник всего знания, всех идей. Знание – это сумма всех идей. Воля производит оптимальное изменение в универсуме. Монады только повторяют Бога в меру степени своего совершенства по степени иерархии, как они находятся. Сотворенные монады – действующие так, как не имеют совершенства, и страдающие так, как имеют несовершенства. То есть, все действия монад и их успех зависят от их действия, а то, что они не полностью отражают универсум, то приводит их к видимым таким страданиям, которые они испытывают страдания именно из-за своего ограниченности отражения универсума. Совершенство монады определяется четкостью восприятия универсума, о чем я говорил. А взаимодействие между монадами, оно определяется Богом. Вот эти каналы, которые связаны между монадами, окон-то у них нет, но каналы связи есть, и их открывает только Бог. Вот, ну, например, вот по такой схеме. Монада-монада, действие Бога включает вот эти вот каналы взаимного воздействия этих монад. Здесь мы видим картину, которую нам рисует Гриша Перельман. Он математически же доказал, что вот этот наш сферический универсум, он преобразуется в множество сфер, соединенных между собой цилиндрами, цилиндрическими каналами, которые связывают между собой вот эти сферические универсумы. Ну, это геометрически у него просто поверхности, а модель-то это здесь как раз и работает вот у Лебница. Здесь имеется перекличка этих двух моделей, чисто геометрическая. И отсюда вытекает вот множество вот этих миров, и параллельных миров, и связь, и даже вот взаимодействие между нами, как между людьми, тоже определяется вот эти переключатели все, переключает более высшее существо. Бесконечное число универсумов в идеях Бога. Здесь монада, как зеркало универсума, и этих монад много. Откуда это все взято? Вот откуда это все Лемниц взял? Лемниц жил в эпоху вот технического, большой технической революции, как вот мы сейчас, в настоящее время тоже, современная техническая революция, связанная с компьютеризацией и миниатеризацией, и освоением новых видов энергии. А та цивилизация, она дала нам что? Телескоп и микроскоп. Так вот, с изобретением Левенгука Лемниц был знаком. И когда он увидел, что в микроскопе вот эти миры, то он и поставил такую картину матрешечную универсуму и представил, что вот мы, допустим, существа, биологические существа, внутри нас тоже имеется определенную, это мы знаем, что внутри тоже нас что-то проживает и осуществляет работу свою, как в реке, по нас протекают процессы, и тоже монады, более другие монады. Монады, допустим, наши монады, это целого организма, а составляющие там монады, и в них тоже, вот он говорит, сад, в этом саде капелька воды, то есть в саде аквариум, в аквариуме рыбки, капельки воды, а в каждой капельке воды тот же самый мир, тот же самые рыбы, тот же самые сады, то есть все вложено одно в другое, как матрешка. Вот это матрешечное, я определил как матрешечное меропонимание или вложенность миров, оно происходит вот от Левенгука, от наблюдений вот этих мелких предметов и крупных предметов, которые находятся в космосе. Вложенность миров. Душа меняет тело лишь понемногу, постепенно. Вот здесь вот у него, значит, следующий момент интересный. Лебница отрисает переселение душ, то есть вот душа там куда-то вселяется в другое, во что-то и так далее, может вселиться в это, даже в какое-то животное, в траву. Вот это индийская есть философия, индийская. То есть он это все отрицает. Он считает, что, во-первых, рождения как такового нет и смерти как таковой в полном смысле нет. А есть непрерывный переход. Непрерывный переход, превращение, трансформация, разворачивание и сворачивание материального тела. А душа, соответственно, из свернутого тела постепенно переходит в разворачиваемое тело. Вот поэтому у него такое мировоззрение относится. Оно было взято тоже из-за наблюдения, природных наблюдений за животными. То есть он сделал вывод, что естественным образом ничто не рождается и естественным образом ничто не умирает. Все как-то получается неестественно, потому что мы видим только какую-то конечную дистанцию этого жизненного пути. Никогда не бывает ни полного рождения, ни совершенной смерти, в смысле отдаления душ, отделения душ. Бог только совершенно отделен от тела, только один Бог отделен от тела. Может быть даже и вот окружение Его, это царство небесное, где духи. Душа неразрушима. Зеркало неразрушимого универсума. Душа действует по законам конечных причин, посредством стремлений, целей и средств. Тела подчиняются законам действующих причин, производящих или движений. То есть тела по законам движения. А душа по действиям вечных истин. И вот в 82-м пункте здесь, в 82-й тезис, здесь я считаю у него Дарвин забрал этот тезис и превратил свой дарминизм. В 82-м тезисе Лемнец говорит о том, что души могут развиваться, то есть совершенствоваться и менять тела, и сами совершенствоваться, менять тела от простых рыб до позвоночных, то есть от беспозвоночных к позвоночным и до человека. Вот это 82-й тезис, в чистой форме дарвинизм. Дальше. Духи в отличие от душ. Суть отображения самого Творца. Как бы малое божество, вот дух. Мы говорили, что дух отличается тем, что он видит Бога и он с ним беседует. Это Сын Божий, как мы его называем, Сын Божий. Это дух. Они общаются с Богом, как с отцом, а он с ними, как с детьми. Это мы уже говорили. И вот из этих духов, сумма этих духов составляет полемницу град Божий. Ну вот можно сравнить с откровением Иоанна Богослова, где мы читаем, что там говорится одна из выдержек, что это, мол, я имеющий, я в произвольном, недословно говорю, как запомнил, имеющий семь духов Божиих, семь духов у престола своего. То есть имеется Бог, вокруг которого семь духов, двадцать четыре старца окружены, это престолов Божьего, светильников, семь светильников и семь духов. Вот такие числа там, около престола. Здесь аналогии тоже. И вот эти все духи и составляет град Божий. Это вселенская монархия в чистом виде, где все гармонизировано и все подчиняется высшему закону, ну одному закону, закону любви, по сути дела. Любви между детьми и отцом, любви отца к детям. И вот девяностый пункт у него, очень характерный девяностый пункт. Все должно выходить к Богу. От Бога должно все выходить к благу добрых, кто всем доволен. Вот это очень существенный девяностый пункт. Кто доверяет провидению, исполнив свой долг, радуясь в блаженстве того существа, которое мы любим, то есть Бога. Вот можно даже и полностью этот пункт, я возьму его и прочту, потому что это очень важный пункт. Вот. Наконец, под этим совершенным правлением Царства Божьего могут оставаться не добрые дела без награды, не злые без возмездия. И все должно выходить к благу добрых, то есть тех, кто в этом великом государстве всем доволен, кто доверяет провидению, исполнив свой долг, и кто любит и как подобает, подрождает Творцу, подражает Творцу всякого блага, радуясь созерцанию его совершенства, согласно природе истинной, чистой любви, силой которой мы находим удовольствие в блаженстве того существа, которое мы любим. И это понуждает людей мудрых и добродетельных трудиться надо всем, что кажется согласным, с божественной волей, предлагаемой или предшествующей, и все-таки быть довольным тем, что на самом деле посылает Бог своей тайной, последующей и решающей волей, в признании, что если бы мы могли в достаточной мере понять порядок к универсуму, то мы бы нашли, что Он превосходит все пожелания наимудрейших, и что нельзя сделать Его еще лучше, чем Он есть, не только в общем и целом, но и для нас самих в частности, если только мы в подобающей степени привязаны к Творцу, не только как к зодчему и действующему причине нашего бытия, но также и как к нашему владыке и в конечной причине, который должен составлять всю цель нашей жизни, и один может составить наше счастье. Вот это заключительный пункт 90 тезисов Леница. Здесь совершенно можно сказать, хотя Ленин изучал вот эти вот тезисы Леница, но 90 пункт, наверное он плохо прочел. И вот здесь мы зачитываем апрельские тезисы Ленина 17-го года, 7-го, 4-го, 17-го года. Задачи пролетарской революции. Задачи пролетаря это в данной революции. Это он выступал 4-го, 4-го апреля, 7-го в правде опубликованном, в номере 26-м. Условия продолжения борьбы. Власть пролетариату и беднейшему крестьянству. Отказ от всяких аннексий. Это в войне. И полностью условия отрыв от всяких интересов капитала. Братания. То есть братания на фронте в 2017 году. Переход от буржуазной революции. Второй пункт. Переход от буржуазной революции к пролетарской. Максимум легальности, без насилия над массами, партийная работа в массах. Ну, здесь мы про Плеханова, про спорт с Плехановым не буду. Вы, наверное, уже это все изучали. Никакой поддержки временному правительству. Никакой поддержки. Четвертый пункт. Партия, большевистская наша партия, находится в советах меньшинств. И здесь надо делать разъяснительную работу. Разбор ошибок своих, ошибок, почему мы оказались в большинстве. Пятое. В общем, мы должны не парламентскую республику создавать, а республику советов. И должны устранить этих чинушек всех, а оплата чиновников на уровне не выше квалифицированного рабочего. Шестой пункт. В сельском хозяйстве власть советам батратских депутатов, комбедам, то есть не середнякам, не кулакам, а именно бедноте, конфискации всех земель, национализации всех земель и создание образцовых сельскохозяйств на базе помещичек усадеб. Седьмой пункт. Все банки уничтожить, оставить один банк, госбанк, под контролем, под партийным контролем. Восьмой пункт. Не введение социализма насильственно сверху, а пока только контроль социалистической рабочей партии над производством и распределением. Контроль. Жёсткий контроль. Девятое. Съезд партии. Немедленно надо собрать съезд партии. Смена программы и смена названия партии. Главное, что должно бы на съезде рассмотреть, об империализме и эмпериалистических войнах. Требования государства, коммунизм. И минимум надо на съезде исправить программу. Это как минимум. И десятый пункт вот этих тезисов. Обновление интернационала. Революционный интернационал против центра и шовинизма. То есть интернационал должен быть без местного шовинизма. Великорусского национализма в том числе. Бундовских националистических движений. Хаббатских укулонов и так далее. Вот такие тезисы. Это видите. Здесь как бы та система Лемница, она система примирения. Ну и не зря Ленин назвал ее примирительной системой. А здесь система революционная. Система классовой борьбы. Но если разобраться с точки зрения 90-го пункта, есть ли между ними разница между двумя этими системами тезисов? Оказывается нету разницы никакой. Вот в 90-м пункте мы же прочитали, что под этим совершенным правлением не могут оставаться ни добрые дела без награды, ни злые без возмездия. Вот таким образом вот эти 10 пунктов ленинских добавляется к Ленинскому, к 90-му пункту, и получается 100 революционных пунктов Лемница-Ленина. То есть Ленин это возмездие, а возмездие оно, как видим, и по Лемнице, оно неотвратимо. Оно для наказания и для получения, для примера следующим поколениям, что нельзя такие вещи делать, какие делались при царизме, нельзя развязывать мировые войны, нельзя развязывать межнациональные конфликты, нельзя устанавливать неравенство между людьми, между богатыми и бедными, которые вот сейчас у нас в стране, такое геометрическое прогрессия, в неравенстве в этом. Нельзя обделять слабых, неимущих, нельзя пенсионеров, трудящихся нельзя обманывать. То есть если зарплаты, мы сравним зарплаты, вот Фабио Капелло, что он там особо делает-то, какая у него зарплаты, кто и определил, кто на каком основании заключили договор с этим Капелло, кто откатывал, кому, кому он откатывал от Капелло, ничего этого не ясно. Вот видите, вот здесь вот, вот один факт я привел с этим футболом, коррупцией с Олимпиадами, с футболом, с мостами там на Дальнем Востоке и так далее, с ракетами, с космодромом этим Дальнем Восточном, какая коррупция, Табуреткины и так далее. Вот это все же накапливается, оно и если раньше история, допустим, династия Романовых 300 лет копила вот эти вот огрехи и потом получила возмездие в 18-м году, то, значит, сейчас темп истории идет гораздо быстрее, чем раньше. То есть теперь это буквально 30 лет будет, не 300 лет Романовых, а 30 лет, и будет такое же возмездие даже. А адекватные, полностью адекватные возмездия за эти все дела, которые делаются опять под видом благих, что вот мы такие либералы, мы такие хорошие, и мы все устроим, и как у нас все сказочное, колокола звенят, все в золоте. Вот таким образом. И вот эти вот учения, Лебница и Ленина, тезисы, тезисы Лебница, они составляют сотню, фактически, философия и современность, это самые современные тезисы на современном этапе. Вот мы сейчас с вами готовимся к значке философского минимума, и тем самым помощь такая дана. Думаю, что вам поможет эта лекция. Будьте здоровы, до следующих встреч. Всего вам доброго. Успехов в отдыхе, теперь уже в летнем отдыхе.